Тема эта, это связь религиозного чувства и чувства художественного. И поскольку волнует она не одну меня, но меня она волнует с русской культурой, которая является молодой, и степень светскости и сакральности, но это отдельная тема, которая действительно меня очень волнует. Но сейчас вот перед нашей ГБИ я была на школе на Балдае, и Симона Мерканзина, которую, ну, кто-то знает, а кто не знает, то, поверьте мне, что это совершенно замечательно, очень талантливый человек, которая будет жить в Харькове, и сам Семёнович её перетащил вообще из Москвы, что очень обидно. Значит, она в Меморис Домини, и, ну, надо говорить про Меморис Домини, тут довольно много участников, наверное, вот необходимости, или есть необходимости. Ну, это движение внутри католической церкви, в 83-м году его признал Ватикан, и Луиза Джусани, это основатель отделения этого, этой организации, которая переводится как «Свободное общение», я затрудняюсь сказать, сколько стран от мира, Рома, сколько стран от мира. Ну, я не знаю, 50-70, в общем, это повсеместное движение, такое вполне мировое. И вот основатель, который жил, ну, прямо вот, был нашим церкви, мы его всего в 2005 году, вот, человек, написавший несколько книг, и книги эти привлекают каким-то удивительным художественным чувством, проникновением в природу искусства самого разного. Я не говорю о том, как он широко цитирует, там, Леопарди, Данте, на итальянских поэтовах, там встречаются даже вообще цитаты из Дитушенко и Бог весь кого, то есть человек необыкновенно широко образованный художественно. И вот у меня в руках текст, который я сейчас прочту, после чего будет понятно то, чем вы занимаетесь. Значит, в тот день закрутилась пластинка в 78 оборотов, и в тишину класса внезапно ворвался голос, знаменитого в то время тенора, что-то скидал. Мощный звук, наполненный вибрациями, сопровождало бы пение арии из четвертого акта по варюке Даницетии. О, светлый дух моих снов волшебных, на миг блескнув, куда скрылся ты. О, прочь ты, призрак меня обманувший, О, прочь вы, взрывы и грезы, любви. Вместе со звучанием самой первой ноты я с изумлением почувствовала, что тот, кого мы называем Богом, есть неотвратимая судьба, по воле которой рождается человек. Это выражение потребности в счастье, это то счастье, в котором сердце испытывает неукротимую потребность. Именно в то самое мгновение я впервые в жизни понял, что Бог существует. А значит, ничего не могло быть, если бы не было в этом смысла. И что не могло быть сердце, если бы не было его заветной цели, счастья. Трепетное ощущение того, чего не хватало, но не великолепному голосу, исполнявшему роман Даницетии, о моей жизни. Чего-то ей не хватало, и это ничем и никому не могло быть восполнено, удовлетворено. Для этого не находилось ни опоры, ни ответа. И все же сердце требует ответа. Именно для него оно и живет. Нельзя сказать, что на том уровне музыки, на первом курсе лицея, я полностью постиг суть вопроса. Но у меня появилось некое предоощущение, когда у тебя на ладони семя, и ты предвкушаешь, как из него может вырасти большое дерево. Ну, вот эти строки меня как-то совершенно вообще покорили и, я не могу сказать, наверное, потрясли, потому что действительно у Джусани очень много, очень часто он размышляет, во-первых, о разумности веры, затем он говорит о сердце, о том, что сердцем мы понимаем интуитивно, очень многие вещи гораздо быстрее, чем если они предстают в форме рациональной, форме там, теологической, какой угодно. То есть я чрезвычайно советую народу, кто еще не знает познакомиться с его книгами, хотя некоторые книги переведены чудовищно, особенно книга «Можно ли так жить?». Вот, еще есть три книги, «Зачем христианство» и «Зачем церковь». Он пишет удивительно свободно, и он пишет как большой художник, он использует метафоры совершенно вообще как большой поэт. и там. А какая нормальная переведена? С чего начать? С чего начать? Три книги, ты сам, Рома, вот покажите. Это совсем плохо. Нет, в очке зрения перевода, а не содержание. В очке зрения перевода, да. Ничего. Ничего, ничего. А сейчас вот, по-моему, Эллена переводит снова, и, по-моему, Катя Брок. В общем, будут. Ну, вам-то есть кого спросить, как это по-итальянски. Но надо сказать, что помимо его текста, еще очень много живых учеников, которые вспоминают о том, что это был за человек и как складывались все эти управления, которыми занимаются коммуниальные операции, они выросли из его опыта. Когда он молодой богослов, перед которым раскрывалась блестящая карьера, он вдруг понял, что его студенты как-то достаточно формально относятся к церкви, к церковным таинствам, и он понял, что надо идти в школу, надо идти в лицей. И он начал в ряботе находясь, он думал, как спасать культуру, христианство и Италию, и удивительно успешно это делал. Особенно интересно его отношение с университетом католиков в Милане, когда в 68-м году такие антирелигиозные настроения охватили не только Париж, но и студенческую Европу. И как ему, ну, как рассказывают, опять-таки, его ученики, значит, в этом университете, в 16-м веке, один из лучших учеников университетов в Италии, трижды засвистывали священников, которые приходили во время событий, значит, французской революции в аудиторию. Джусанни, войдя в аудиторию, попросил 10 минут. Вот если через 10 минут он им не угодно надоест, то он готов уйти. Ну, из этого выросла одна из форм его общения с молодежью, и самые разные житейские вопросы. Вот чем меня привлекает движение, это каким-то удивительно широким и умным анализом повседневности. И надо сказать, что вот прослушав этот курс, который подготовил Симон Меркантин, я поняла, что это традиция итальянской культуры, гениальность повседневности. Если бы пересказать содержание каких-то итальянских фонтеров, то банальность на банальности. Если бы вообще, там, Рассини не взял бы Марши, то тоже была бы какая-нибудь, ну, я не знаю, на уровне современного мюзикла, и то это было бы интереснее. Но то, что эта культура существует последовательно, то, что у них в свое время был данный, и высота понимания культуры и связи с чувствами человека, с пониманием сердца, оно, конечно, удивительно. Значит, я думаю, что есть у меня эта ария, которую пишет Джусанни, но она все-таки требует некоторой подготовки. Я думаю, что сначала стоит послушать того же автора «Любовный напиток». Это запись «Метрополита Нокера» в молодой повороте, который очень хорошо играет, оказывается, помимо того, что замечательно поет. И содержание ужасно банальное. Значит, главная героиня – Адина, она такая очень умная, образованная девушка, она читает книги, в отличие от ее окружения. И она читает книгу про Тристану Исольду. И там, значит, если вы помните, они пьют напиток, то в результате чего они начинают любить друг друга всю жизнь. И вот этот мотив «Любовного напитка» обыгрывается в комическом плане. И рассказывается история, как, значит, вот эта Адина, мечтательная девушка, хочет встретить такую необыкновенную любовь. Значит, это первый акт. А затем во втором акте появляется. Да, есть молодой человек, который в нее влюблен, на Марину, и никак не может на нее обратить внимание, поскольку он вполне простоват и простодушен. А она вот книжки читает. Ну, во втором акте появляется армия, бравый солдат, который обращает внимание на главную красотку и собирается делать какие-то предложения, хочет на ней жениться. В третьем акте звучит самая знаменитая Ария Деницити. Ария Деницити, значит, когда грустно Немаринова решает, ну, если ей нравятся военные, пойду-ка я в солдаты. И, значит, добровольно отправляется в солдаты. Когда один узнает, что вот он из-за того, что он отвергнут из-за любви, готов поменять всю свою жизнь, она растрогана. Она роняет слезинку, вот про эту слезинку Немаринова поет, вы сами услышите, что и как. Ну, и она тоже понимает, что вот настоящая любовь, и это вот Немарина, а не солдат. После чего в четвертом акте две свадьбы, капралы находят себе другую красотку, а главные герои жениться. Ну, совершенно пустая комическая история, а на уровне итальянской комедии Дель Арте, когда, значит, заранее известно, каковы будут отношения между героями, но точно так же, как комедия Дель Арте всегда опиралась на какой-то местный материал, приехав в очередную деревню, это странствующая труппа, узнавала, как зовут каких-то там жителей деревни, и затем, значит, обыгрывала это внутри текста. Вот так же это близость к началу искусства, когда искусство еще не произошло переосмысление, не произошла возгонка, есть просто накопирование действительности, но никого это не смущает, потому что все знают канон, и вопрос в том, насколько мастерски это будет исполнено. Вот именно мастерство привлекло меня в этой постановке, которую я хочу сейчас вам представить. Я думаю, что все получится, потому что здесь и состав исполнителей, и звук, где? Нету звука, да. Может такого быть. Давайте. Звука как-то это будет мало, да, мало приятно. А там в компьютере выключен звук, смотрите. А, нету звука. В компьютере сам. Нет, а. Что, что, что? В компьютере звук. Попробуем. И все-таки об этом будет. Нет? Нет. Будет ли он? Будет ли он? Ну вот, смотри. Понятно. Вы просто не скрыт. Да, да. Хорошо. Будет ли он? Позже. Я не могу сказать, что он не хочет. Там на Ухнике, а на Ухнике. Нет, на Ухнике. Что там? Там таближка была. Было заявлено на Ухнике, а они не знают. Ну вот, пожалуйста. Пятлин, два. Жанета. Ну, сами читайте. Не Марина? А Аллаху, так и Аллаху сам. Да, но я прям взяла в аналкерампUL. В тем, гавица тоже достаточно известная. Вот здесь да. Можно громче? Да. Хорошо. Аплодисменты. Вернемся гавица. Вернемся гавица. Вернемся гавица. Основная гавица. Аплодисменты. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Боже мой, дорогой. У меня всегда с удовольствием. Повариться там такая... Ну, там уже трагедия. Там всё ужасно. Драматично. Петь, а идите, помогите. Эскейп. Если вы хотите эскейп. Эскейп. Да. В основном, вонди, как они... Ну тут на японском, простите, титры. Хотя на итальянском... А на русском не титры. «Петербург» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 из произведения искусства, от великих людей, из книг, из того, что вокруг нас. Ну, не знаю, я получила очень многое от этого музыкального приношения, но думаю, что кто-то тоже гвинется в эту сторону, то не пожелает. Если кто-то хочет перекататься, у меня тут еще много хороших показов. Вот. Хорошо. Да, да. Можешь вопрос? Скажите, вам встречались такие? Я сам никогда не увлекался, мне сложно было в этом, знаете, но у меня подруга, она увлекается, и она, когда показывала, мне она значила, такой голубец, и она выбирала такие постановки сейчас, я удивился, когда их увидел в первый раз. То есть они имеют такой немножко иронический оттенок, такой, не знаю, балаганный, так сказать. В общем, вот эти все страсти, мантасти, да, которые там, мы сейчас уже не можем исчитывать без улыбки, так они эту улыбку сознательно и провоцируют, да? И мне гораздо легче вот в таком контакте находиться с этими произведениями. То есть, во-первых, как вы относитесь к такому методу, к таким постановкам? А во-вторых, встречались ли вам конкретно вот по итальянским операм такие постановки? Может быть, вы что-то можете посоветовать? Вы знаете, ну, прошло 200 лет. Конечно, мы не можем относиться к страстям так, как это делали романтики, когда это все только вообще входило. Но надо помнить, что это зрелище. Это все-таки массовое искусство. Это не сверх рафинированное что-то, это не место, это не церковная музыка, это музыка светская. И то, как вопреки фабуле, вопреки страстям и событиям, ну, вот то, что Джусанни увидел в этой арии, где он говорит о том, как его обманула любимая женщина, как любви не существует, как в этом он увидел любовь, любовь божественную, это, конечно, надо быть человеком, имеющим определенную культуру, восприятие и навык. Очень немного людей сегодня любят оперы. Я с удовольствием могу назвать Дмитрия Санки-Пригова, который был страшным фанатом оперы. И вообще это особое танство. Ну, нельзя, чтобы все любили все. А каждый выбирает то, что ему близко, то, что находит у него отзвук. Кто что любит. Кто-то любит там кино, небо и комедии. Ну, не буду сейчас перечислять. Совершенно не обязательно, чтобы все любили все, но просто иметь представление о том, что там можно взять. Вот в итальянской опере, конечно, мелодисты, они необыкновенные. И вот такое гениальное прочтение обыденной жизни, умение поднять ее до уровня в произведение искусства настоящего, в этом, конечно, с итальянской оперы, и никто не может сравнивать. Немецкая опера очень интересная, и Вагнер очень интересен. И ведь это путь, а вообще слепая девушка, ну, дожидается своего рыцаря, потом все хорошо кончается. Так вот, не изменив ни одной ноты, ни одного слова, делал финансовский режиссер вместе с Берлином. Они разыгрывают всю эту историю в клинике Бедушевной больницы. И главный герой, ну, чем-то такой там рыцарь, и вообще кто может сравниться с Матильдой, ну, и вот это самое знамение Даре. Это все происходит, ну, как бы главный герой играет Фрейда. И вот это все очень было интересно, хотя кому-то не нравится. Я считаю, что театр имеет право на любое прочтение, потому что и пьеса напечатана, и партидора существует. Никто не сжигает предыдущих каких-то открытий и толкований. Так что я за то, чтобы театр действительно был интересен вот сегодняшнему зрителю. И, конечно, опера сегодня существует через мюзикл, через американские прочтения, значит, вот, соотношение слова и музыки, и хорошо. Да. Ну, это мое частное мнение, как бы. Да. Чисто уже шоу. Чисто шоу. Хорошее шоу, знаете, по-крептому встречается, и как трудно сделать. Хорошее шоу. Это большое искусство. У нас другая традиция. У нас тоже хотим, чтобы все было правда, чтобы актеры страдали так, как, надеясь, у нас же, лимартистов. Тогда как эта линия, это театр представления. И здесь ценится мастерство, я не знаю, гармония между частями, исполнителями. И, ну, это совсем другая традиция. И точно так же, как мы учим иностранный язык, точно так же нужно для того, чтобы адекватно оценить вот произведение в другом жанре, но что-то узнать об этом. Другое дело, будешь ты это любить или нет, это совсем не обязательно. Но со своим уставом «Вчурой монастырь» нехорошо. А в искусстве мы очень часто сталкиваемся именно с таким вот беспардонным желанием там диктовать свое режиссерское прочтение. Вот. Ну, это не так. Наши романсы как-то связаны с «Вчурой монастырь»? Ну, конечно. Ну, конечно, да. Ну, романсы у нас есть салонная музыка. Вот как раз именно эта традиция тоже вообще. Ну, если это там шуберковские романсы на «Древний путь» или вот этот цикл, это, конечно, гениальная музыка на уровне там величайших открытий. Но романсы очень во многом испытали влияние народной музыки, вот немецких видов. И у нас тоже, когда, ну, у нас кто? У нас Алябьев, Балахов, Варламов, потом уже в XX веке у нас очень интересные романсы. Ну, я не говорю о Рахманинове, это как-то на слуху, все знают там в Сирии и Европе. Но у нас есть Меттнер, у нас есть очень интересные и церковные композиторы, и описавшие романсы и светлые музыки в начале XX века, которых мало исполняют и которые тоже достойны внимания. Вот. А все романсы сделаны хорошие. Что обидно, что считают домашние музыцины. В моем детстве как-то не потому, что в Грузии все поют, а как-то это было очень у меня принято, что вот кто-то с кем-то играет в четыре руки, там, кто-то играет на скрипке, кто-то. И, ну, у меня очень близкая подруга, она просто оказалась концертирующей пианисткой, я в 7-м годах не подозревала об этом. Но у них дома всегда традиция, взрослые садятся, и ребенка там 4-5 лет просят что-нибудь исполнить. Он будет фальшивить, это будет без слуха, или он будет танцевать топой ножками, но все равно ему абсортируют и вот хвалят. У нас нет среднего пространства, у нас все либо никак, либо уж очень профессионально. А вот такой обизотовый искусство не может развиваться, если нет среднего какого-то хвоста, где непритязательно просто для того, чтобы папа, маме, бабушке было приятно, кто-то что-то исполнять. Ну и может быть костям. Ведь почти исчезает традиция домашних детских дней рождения. Родители введут именинника и его простей в какое-нибудь кафе, кормят соответствующей пиццей, в лучшем случае в этом кафе покажут, как делать конфеты или пиццу, это максимум того. А еще, когда моя дочь просла, мы обязательно договаривались с тем, что сделает, какой будет подарок, а подарки были в поножественной форме. Или шарады, или какие-то центы, или что-то, и всегда там какие-то стихи читали, и призы получали. Ну, все меняется.